Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас влог 1 января утра. Я проснулась где-то, наверное, в 12, потому что легла не так уж и поздно. Сейчас начала делать макияж. Я решила, этот год должен быть максимально продуктивным. Я должна быть умница, все успевать, составлять план на день, быть более продуктивной. Я, честно, смотрю историю Ольги Бузовой, и я просто поражаюсь, насколько работоспособный человек, сколько всего она делает. И, честно, это безумно вдохновляет. Меня всегда вдохновляли люди, которые много работают, что-то делают. Я пытаюсь как бы не то, что подражать им, просто действовать так же, как и они. В общем, я сейчас делаю макияж, накрасила брови. Сейчас тона у меня абсолютно нету, поэтому в таком состоянии кожа. Но да ладно, нанесла бальзам, потому что губы сохнут. Это прям ужас какой-то. Еще, кстати, я сняла для вас кусочек. В общем, что я делаю? Сейчас объясню быстренько. Я снимаю каждые, наверное, где-то 20 дней маленький кусочек о состоянии моей кожи, сколько я таблеток пью, то есть какие у меня побочки и все дела. В общем, таких кусочков, наверное, будет где-то 10. Я их соединю в одно видео. И когда вылечу, наконец-то, дай бог, свою кожу, расскажу вам, как я пила ракута. Потому что я у других девчонок видела, но, правда, они там частями снимают каждые 2-3 месяца. Но я подумала, моей аудитории этот акт на дневник будет неинтересен. Поэтому лучше я все это вместе в одном видео и потом залью на канал. Так, макияж готов. Гляньте, как красиво получилось. Я нарисовала стрелочки. Недостатки, конечно же, не удалось скрыть бесследно. Я сейчас буду снимать для вас мукпанг, то, что осталось после Нового года. Я не планировала, если честно, но меня смотивировали другие мукпангеры. У всех такая новогодняя атмосфера, поэтому я решила тоже немного с вами поболтать. Хотя выложу, наверное, 2-го числа. Думаю, что же я надену на 1 января на мукпанг. Честно, у меня очень мало праздничной одежды. Хотя можно быть в этом платье, но оно темное. На мукпангах лучше надевать что-то светлое. Это в кадре смотрится лучше. Как только откроются магазины, я сразу пойду и куплю себе несколько платьев, которые можно будет на какие-то праздники надевать. А то у меня вроде бы одежды много, но нормального ничего нет. Короче, я надела вот такую вот желтую штучку. Я покупала в магазине Марков. Честно, мне не очень нравятся вещи из этого магазина, потому что я купила, например, свитер, который показывала вам в Инстаграме. Он просто стал в 3 раза больше после одной стирки. Поэтому покупать что-то у Марков или нет, это ваше дело. Но качество там вещей оставляет желать лучшего. Лучше я пойду в Нью-Йорк или куплю. Что моя радость? Сейчас я вам его покажу. Мяу, мяу, скажи, а меня снять, мами, а меня снять. Сними меня вот так вот. Я тоже хочу быть в центре внимания. Ты обещала, что снимешь влог со мной. Где влог, мами? Я уже отсняла Могбанк и хочу с вами поделиться кое-каким лайфхаком. Изначально я не знаю, стоит ли это рассказать или нет. Возможно, многие просто покрутят и виска и подумают, что я дурочка, так скажем. Но я увидела этот способ в ТикТоке у одной девочки. Что она делала? Каждый раз, когда она расчесывалась, у нее волосы были длинные. Она просто брала расческу и все волосы, которые остались на расческе, она просто приклеивала, так скажем, на скотч. И она это делала на протяжении года. И вы представьте, сколько волос выпало у нее за год. И у нее уже был вот такой вот клочок, так скажем, волос, из которых она собиралась делать себе волосы на заколке. То есть она хотела отдать швее, чтобы она их пришила аккуратненько. И потом у нее вот для объема дополнительные волосы. У нее волосы были очень длинные, но я решила попробовать. И я реально в шоке от того, сколько волос у меня выпадает и как я еще осталась не лысая. Сейчас вам покажу, возможно, для вас будет полезно. Кто-то тоже решится так сделать. Даже, знаете, иногда делаешь такой высокий хвост и хочется, чтобы хвост был длинный. Берешь искусственные волосы и вот ставишь сюда, а они все-таки выглядят. А, естественно, они стоят очень дорого. Почему бы не сделать в течение года себе бесплатный такой парик? Не знаю. Так, ребят, не пугаемся. В общем, это волосы за вчерашний день. Я их вот так вот аккуратненько закапсулировала, или как правильно сказать. А это за сегодняшний день. Вот конкретно много их. И вы представьте, например, в течение года каждый день столько волос у меня выпадает. И получается, где-то через год, даже через полгода у меня уже будет дофига волос, которые я могу отдать швее, чтобы она пришила вот здесь вот и сделала заколочки. Просто офигенный лайфхак. Так что, если вы тоже очень сильно линяете, то используйте, не благодарите. Сейчас вот скотчем буду закреплять здесь тоже. Вы просто гляньте, сколько волос. Это всего я неделю этим занимаюсь. И то, когда время бывает. Так что за год спокойно можно прям косичку заплести. Короче, я надеюсь, что мне это дело не надоест. И у нас с вами скоро, в ближайшее время, в ближайшие полгода, будет уже конкретный хвостик, который мы пойдем и сошьем. А если я кому-то подала идею, то пишите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы делать. Или вам кажется, это дурацкая, глупая затея. Хотя, если честно, мне кажется, вряд ли кто-то так напишет. Потому что факт остается фактом. Видите, уже сколько волос есть. И это всего-то на всего неделю я их собираю. А если, например, год, то просто удивительно, как я еще не лысая. Вот и все. Плед, которым я застилала кровать, его я отправила на стирку. И поэтому вот так вот обходимся пока что. Делаю уборку в своей комнате. Этому красавчику, этому попику мы наконец-то надели шейник. Или как сказать? Шейник там вроде. Который нам подарила тетя Нурай. Но он был огромный. Я сейчас поставила на минималках. Просто взяла, отрезала вот такой вот кусочек от ошейника. Даже вот два кусочка. Потому что я все-таки думаю, что этот ошейник, он предназначался для маленьких собак. Мой твикс навряд ли вырастет до таких размеров. Да и пусть носит. Отрезала, там зашила слегка. Ему немного некомфортно. Но я думаю, что он привыкнет. Он хочет его снять. Но зато так, если он потеряется, люди поймут, что это домашняя котейка. Еще хочу сделать медальончик и написать на этой медальончике мой номер телефона. Хотя мой парень говорит, что давай напишем мой номер. То есть номер парня, а не мой. Смотрите, какой крутой пацан стал. Ну как вам я, девочки? Смотрите, большой. Какой мой сладкий, сладкий. Марч вас всех. Марч вас всех. Целую вас всех. Теперь пойдем мыть кисти. Я отобрала все грязные. Сейчас пойдем их помоем. Я стараюсь это делать часто. Хотя бы, не знаю, раз в неделю. Вот как раз сегодня такой день, когда пора уже мыть. Это, кстати, у нас это стиралка. Сушит белье. Все кисти вот так вот в раковину. И мыть я буду обычным мылом. Так вот. Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь у меня батарейка, очень тепло, и все это разместило предварительно, кстати, после того, как я помыла кисти, я их протерла еще влажными салфетками с содержанием спирта, потому что некоторые были немножко испачканы тоном, а он жирный, и это все виднелось на ручках, поэтому сейчас они вот такие вот чистые и прям идеально. Господи, в каком я видео, ну да ладно, я сейчас, короче, читала комментарии под своим видео, и здесь Оксана, Оксаночка, тебе привет, она пишет комментарии по поводу того, что я в видео сказала, что нужно много работать, нужно стараться, и она пишет, что в детстве стресс, учеба и так далее, потом всю жизнь работает, для чего мы все это делаем. В общем, вкратце вам расскажу, что она имела в виду, и хотелось бы объясниться. Я думаю, вообще иногда на негативные комментарии нужно отвечать. Ее комментарий был очень даже негативным, даже там были кое-какие оскорбления, но я считаю, что, возможно, она не так меня поняла. Просто есть люди, которые целенаправленно идут к своей цели, а есть люди, которые идут просто по течению. И там, и здесь это неплохо, по идее. С одной стороны, возможно, Оксана говорит правильные вещи, то есть зачем добиваться каких-то высот, если можно радоваться тому, что у тебя есть, и жить, продолжать своей жизнью. Я человек не такой, я получаю кайф от того, что я работаю, если я буду стоять на месте, или, например, мои дела будут идти плохо, к примеру, у меня сразу портится настроение. Есть трудоголики, а есть просто люди, которые получают кайф от жизни. Я просто из тех людей, которые, наверное, просто трудоголики. Я обожаю работать, я обожаю получать плоды своего заработка, люблю тратить деньги, тратить не только на себя, но и на родных, на близких. Мне не жалко, не знаю, подарить брату телефон какой-то супердорогой, маме сказать, что сиди дома. Я буду все это дело оплачивать, мне это все дело в кайф просто. Я не жалею себя абсолютно, я считаю, что только жалеют себя слабые люди, поверьте мне. И вот ты сейчас лежишь и смотришь мое видео, просто возьми себя в руки, встань и начни чем-то заниматься. Даже элементарно, вот нам лень всегда учиться, к примеру. Ты поступаешь на платный, потом постоянно платишь за это, но зато не запаривался, да, поступил сразу. Вот, я все-таки считаю, что лучше не жалеть себя. Это просто моя позиция, возможно, Оксана, твоя позиция и моя, они не сходятся, и это нормально, и может быть, ты правильно делаешь, что забила на все, живешь себе в кайф, там, муж тебя обеспечивает и все дела. Но я немного другой человек в этом плане, так что как-то так. С уборочкой я, слава богу, закончила, столько всего проделала, потому что встала рано, сейчас хочу сделать какой-то перчесон интересный, потому что буду снимать для вас мукбанг. Хочется что-то разнообразное, то есть какой-то красивый, не знаю, это в этой кихоте хочется сделать, как правильно называется, в общем, сейчас увидите. Короче, сделала такую причесочку, как вы видите, нижние волосы, они у меня распущены, их я заплету. Но это все дело нужно зафиксировать лаком. Кстати, а, вот он у меня есть, я уже испугалась, что его нету. Я беру всегда самую сильную фиксацию. Это у меня прелесть, совсем, знаете, такой самый дешевый прям лак для волос, но для меня все они, если честно, на одно лицо действуют и работают, они все одинаково, поэтому я беру этот прелесть 25% бесплатно. К нам в гости пришла моя Би-Би, вот. Но мне надо продолжать снимать видео, сейчас вам покажу, что я буду кушать. Такой вот макияж сделала я. Да, прическа получилась просто идеально, если хотите, я как-то вам видео покажу, если вам интересно, пишите в комментариях. А макияж я не обновляла. Что мы будем кушать? Вот здесь у нас вкуснятина, пицца маминого производства. И здесь ананас, внутри еще гранаты, вот как корзиночка. Будем это все кушать, обсуждать интересные темы, буду отвечать хейтерам. Ёлочка у нас еще стоит, но я думаю, еще буквально, не знаю, пару дней мы ее разберем. Разберем и уберем, потому что Твикс просто издевается над ёлкой. А он, кстати, здесь, сейчас вам его покажу. Спит, уже привык к этому ошейничку и вроде как его уже не чувствует. Мама говорит, он слишком туго, но смотрите, не туго вот. У меня палец сюда помещается спокойно, даже два пальца. Просто не будем его будить, пусть лежит, отдыхает. На этом, мои хорошие, уже буду заканчивать мой влог. Вот здесь вот так вот сидим с Твиксулей, он вам передает пламенный привет. Он прям, смотрите, смотрите, что... Смотрите, что творит. Твикс, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он, короче, вас целует и очень просит, чтобы вы подписались на канал, лайки или пожалуйста. Смотрите, что творит. Ха-ха-ха. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...